Приветствую вас! Я думаю, что если вы хотите решить какую-то проблему свою, то в первую очередь нужно сформировать вопрос, ну, сформулировать в первую очередь нужно вопрос. Потому что пока что на данный момент вопрос, мне кажется, не сформулирован вами. То есть есть определенные факты. Постоянно выношу мозг своему парню. Да, из-за чего вы носите мозг? Почему вы носите мозг? Когда вы начали выносить мозг? И так далее. Это первое. Второе. Ревнули очень. Это тоже очень важный момент. Одно дело, если вы ревнуете очень, потому что мужчина дает вам поводы, другое дело, если вы ревнуете очень, потому что мужчина поводы вам не дает, вы сами видите где-то в чем-то угрозу. Вот. Ревность есть такая комплексная достаточно проблема, свидетельствующая о множестве таких начальных проблем, например, страх одиночества, неуверенность в себе, отсутствие реализации собственной, вот. Сравнивание себя с другими, чувство собственничества по отношению к вашему партнеру, вот. Ну и, конечно, никакого разговора о любви здесь быть не может. То есть, вы его совершенно не любите. Молодого человека, если бы вы его любили, в духовном смысле слова, то вряд ли бы вы ревновали. Соответственно, здесь идет не любовь, а что-то другое. Что-то другое, какое-то другое чувство. С ним тоже нужно разбираться. Вот. И не подавляя, но наоборот, аутентично раскрывая его, можно сделать так, что вы в отношениях, например, станете более свободны. И сможете более свободно реализовывать, высказывать то, что вас волнует. И выражать свои эмоции и чувства вы также сможете. Что сделает ваши отношения более искренними и так далее. Вот. А дальше вы пишете постоянные ссоры. В ссорах, как вы сами, я надеюсь, понимаете, участвуйте, в том числе и вы. Если в ссорах вы не будете участвовать, то и ссоры не будет. То есть вам, в первую очередь, здесь нужно взять личную ответственность за то, что вы ссоритесь. То есть определить, почему я ссорюсь, из-за чего я ссорюсь и так далее. Дальше. Я понимаю, что так вести себя нельзя. Здесь идет запрет. Я бы не сказал, что имеет какой-то смысл запрещать что-либо, не давая чего-либо взамен. То есть, да, то, как вы себя ведете, является достаточно деструктивным. Но у этого есть мотивация. Вы это делаете почему-то. Вот почему вы это делаете, нужно изучать. И только изучив то, почему вы так делаете, можно будет понять, как это делать, потихонечку перестать. Но переставать не просто, потому что вы считаете, что это нельзя, что нельзя так поступать. А переставать, именно имея для этого определенный ресурс. Сейчас такого ресурса у вас нет. Дальше. Я обычно ничего не могу с собой поделать. Это жертвенная позиция, потому что вы всегда можете что-то поделать. Вы, например, можете начать работать над собой, над своими эмоциями, над своими чувствами. Вы можете разобраться в себе, вы можете изменить свое поведение, вы можете привнести что-то новое в свое поведение. Вот. Все это, на самом деле, очень сильно зависит от вас. Было бы желание. Вот. Так что, я думаю, что если вы действительно хотите решить проблему, вам нужно выбрать психолога на нашем ресурсе. И с тем психологом, которому вы доверитесь начать индивидуальную работу. Вот. В зависимости от того, как вы к этому будете относиться, в зависимости от того, насколько вы готовы работать, меняться. Вот. Я думаю, что это не должно занять так уж особо много времени. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если делаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.